Почему ты такой? Неужели ты совсем нас не любишь? Я тебя ненавижу. 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 Привет, ты на канале DVGAME и сегодня у нас хоррор игра от русских разработчиков. Они прислали мне ключ, я с удовольствием посмотрю её. Называется Drunkov V. Погнали. Так, у нас, короче, ночь. Лес какой-то. Хрен поймёшь, что тут происходит. Я вижу фонарики каких-то белых человечков. Фонарик, я так понимаю, я могу взять каким-то образом. Да. Так, добавлено в экипировку. Офигенно он светит. Идём по лесу. Идём. Ага, они исчезают. Всё, это глюки. Бегать я не могу. Я могу медленно-медленно идти. Или я сижу? А, я сидел. Всё. Поэтому я и бегать не могу. Так, вот, быстро пошли. Где все люди? Я вижу впереди какую-то... Какую-то хрень непонятную. Здание какое-то, что ли? Ага. Спаси планету. Да уж, чувак, он спасает. Спасает планету, никак не спасёт. Вот, валяется. Эй, чувак, ты чё? Здорово. Чё с тобой? Чё с тобой? Так, я очухался. Спаси планету срочно. Это что, был сон? Как я уснул на улице? Ничего не помню. Надо вернуться домой. Пойдём домой. Походу, бухать меньше надо. Тут он две бутылки. Прям на этом. Пипец. Ещё дом у тебя есть. Так, красиво, смотри. Трёхэтажка. Всё такое в постсоветском пространстве. Идём. Мусорки здесь. Смотри, мусорки, мусорки, мусорки. Всё как надо. Машина. О, машина печальная. Миграфон приятный. Вот. Я вот тут, да, живу? Сколько здесь? Раз, два, три, пять этажей. Всё как надо. Я совсем уже мозги пропил. Это не мой подъезд. Ага. Ну, пропил, конечно, не твой. Давай следующий тогда. О, ласточка-семёрочка стоит. Смотри, какая красивая. Красивая какая. Так, заходим. Заходим сюда. Это вроде мой дом. Но, кажется, я потерял свой ключ. Может, поспать на улице? Лавочка прям рядом. Или мне стоит отправиться назад и поискать там? Конечно, назад, чувак. Какой на улице спать? Ютубчик вот. Антенна для ловли Ютуба. Так, мышка здесь. Назад идём. Назад. Куда? Назад идём. Так, тут что у нас? Граффити. Красивые граффити рисуют. Вон. Совушка какая-то. Выкинули телик. Выкинули старый холодильник. Что за люди? Так, сюда нельзя. Где мой ключ, может быть? Так, о, записочка. Записочка. Блокнот у нас. Найти ключ от домофона. И записка. Газета «Завтра». Газета «Завтра». Удивительные истории. Голосом очевидца. Банка с огурцами. Ещё один гражданин нашего города обратился со странной и довольно пугающей историей. 65-летний мужчина был у себя дома, когда на балконе возник странный звук. Как будто кто-то пробирается через балкон в дом. Мужчина, не думая, схватил первый попавшийся предмет. Половник. И направился в разведку. Открыв дверь балкона, он обнаружил, что банки с заготовками на зиму выстроены в шеренгу. Словно солдаты. Мужчина перекрестился и старо складывать банки обратно. Но это повторилось ещё несколько раз. Мужчина решил вынести странные банки с соленьями на мусорку и забыть это как страшный сон. Жуткая история. Ну да ладно. Так, где ключ может быть? О, вижу. Нашёлся. Блудливый ключ. А то, что нехер вот это сбухать и спать потом на улице. Блудливый ключ. Так, всё, ключ от домофона есть, погнали. Погнали, спасём планету. Тут всё как полагается. Это такая осень что ли или ранняя весна, непонятно. Так, домофон мы справа. Ну вот он, слева точнее. Так, открываем, открываем. Пик перерег, отлично. Отлично. Моя? Я потерял ключ от квартиры? Очень креативно. Наверное, надо поговорить с мужиками в котельной. Нужно. К этим соседям не стоит больше заходить. Так, что тут? Ага, на второй этаж. Тут холодильник кто-то. Нёс, нёс. Походу, не донёс. Так, люди не могут жить одиноко. Но помнить, что-то должны. На то они и люди. Виктор Цо, если что. Если что. А тут вниз подвал. Тут ничего не взаимодействует. Хорошо. Погнали. Короче, спросим. Я так понимаю, вот это котельная, от неё идут трубы. У кого такие же вот так трубы проходят поверху? Есть такие? Лайк. Вы комментарии напишите. Вот такие вот трубы, которые поверху проходят. Ржавые. Или в оболочке какой-то обмотаны. Так, открыто. Хорошо. Заходим. Опа. Кто там? Монстр, монстр, монстр. Аккуратно. Кто ты такой? Жесть какая. Ты кто? Что? Она меня сожрала. Ладно. Это я боюсь туда больше ходить. Так, я снова вышел. Я тогда туда не пойду. Может тут ещё где-то из котельной? Может это вообще не котельная? Так, машинки тут всякие разные стоят. Смотри, вот какие. Одна краша, другая. Опа. Папа. Ты куда? Куда ты, чувак? Видел? 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 Пробежал какой-то хер. Прополз точнее. Так, луна светит. Всё хорошо. А, вот ещё котельная. Смотри. Вот ещё. Ну, похоже. Я не знаю. Котельная это такие. Котельная не побольше. Я так думал. Так. Угу. Доска мешает открыть дверь. Хотя дверь открывается наружу. Невероятно. И? Ага. Дома. Хе-хе-хе-хе. Ну, ладно. Ладно. Что тут у нас ещё есть? Машины. Дома. Мячик вижу. Мячик какой-то подозрительно красивый. Да, это осень какая-то мерзкая. Такая погодка. Мячик. Отсылочка на Мармока. Понятно. Понятно. Прикольно. Так. Что тут у нас? Антенны. Ютубовские висят. Антенна для ютубов. Было бы прикольно. Надо покупать спутниковую антенну. Чтобы смотреть на ней. Ютуб. Это прикольно. Так. Ну, тут, короче, у нас, в принципе, территория. Ну, цветочки начинают расти. Значит, это ранняя весна, скорее всего. Туалет здесь лежит. Туалет. Пойдём посмотрим. Хороший выбросили. Кстати. Хе-хе-хе-хе. Скибиди отсылочка. Ля, тут, короче, на отсылочке автор у нас. Автор любит. А если зайти сюда? Не. Не мой адрес. Хе-хе-хе. Ну, да. Вот сюда. Свет говорит, ну, постучись к кому-нибудь. Это не мой подъезд. Хорошо. Ладно. Давай эту котельню обшарим. Может, с другой стороны где-то вход есть. Машинки стоят все красивые-красивые. Тут, кстати, не идёт дымок с этой котельни. Что она не написана, непонятно. Так. Ну, тут есть лестница. Ох, она взаимодействует. Хорошо. Наверх, на котельню. Ну, так. Тут можно разбежаться и прыгнуть. И на турничке. О, тут дыра. Всё вижу. Обследуем. Хорошо. Дыра, да? Давай прыгнем. Кхм. Гусеник за ногу. Ночные приключения. Ай, шумит. Так, ну, тут я не пройду, я думаю. Нет, тут я не пройду. Как оно громко шумит. Надо её перекрыть. Ох, вот я вижу. Вижу, мышка, мышка нарисована. Мне надо сесть. Как-то эту хрень взять. Вот. Ля, пока не сложно. По-любому, я так и... Потому что обратно я не выберусь. Так, что у нас? Кеды. Кеды нужны. Записка. Ну, мы ещё посмотрим. Ну, тут мужики тоже бухали, походу. Так, смотрим. Чё-то читаем. Записка. Степаныч, мы сегодня пили с Василием. И он, кажется, откинулся. Не вытащил его на улицу. Ключ от его квартиры повисел на нашу связку. Она в нижней ящике, в тумбочке. Зайди ко мне утром. Посмотрим, что у него там в хате. Блин, жутко. Жутко, чуваки. Розетки тут целая хреновая туча. Короче, система безопасности. Ну, такое себе. Я кому-то... Кому-то я перекрыл, короче, отопление, походу. Это грустно. Валяется всё тут. Так, ага, вот здесь. О, записочка ещё одна. Читаем. Газета Завтра. Газета Завтра. Удивительные истории голосом очевидцев в нашем городе. И не такое бывает. 58-летняя жительница города Керчь обратилась в нашу редакцию. Со странной историей. Женщина утверждает, что к ней в окно постоянно кто-то стучится. Довольно обычное дело для первых этажей. Многоквартирного дома. Но женщина проживает на пятом этаже. Каждую ночь она просыпается от стука в окно. Но, подойдя к нему, она никого не видит. Странные вещи происходят в этом доме. Если у вас есть похожие истории, обращайтесь в нашу редакцию. Мы опубликуем её. Может, какой-нибудь голубь стучит. Какой-нибудь там. Она его подкармливает. Так, это мне не нравится. Какая-то слишком чистая. Ага, ага, вот они. Вот они, вот они ключики. А, вот это что? Ручка какая-то. Добавлена записка. Можно идти домой. Можно, да? Так, а, тут выход, да? А, вот она как открывается. Ну да. Ну да, ну ладно. Так, домой. Куда нам? Туда. Всё, я помню. Пошли по центральной красивой улице. Асфальтированной. Ни разу без впадин дырок. Какое-то или раннее утро, или поздний такой вечер. Непонятно. Или просто день. Ну, просто всё затянуто. Ну, нафиг. И листья падают зелёные. Ой, непонятно. Время года. Непонятно. Так, ладно, бежим. Нам сюда. Нам сюда. Нам вот сюда. Угу. Так, применили. Открыли. Открываем. Заходим. На всякий случай за собой закрываем. Так, что у нас? Не осмотреться. Не люблю осматриваться. Так, туалет засранный. Чувак, ну ты тут печально. Я ничего не помню. Да ты бухаешь, походу. Пьянство, зло. Мой мозг вышел погулять. И моя голова. Моя голова раскалывается. Че? Ой, ой, ой. Ты че? Блин, я ничего не успел даже посмотреть. Что случилось? Короче, ему плохо стало. За мной что-то происходит. Мне нужно найти помощь. Тут играет музыка. Шприц. Я кто-то уколол. Ой, 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 ой. Да что происходит? Клок-клок. Постучать. Правая кнопка и мыши. Ау, есть кто-нибудь живой? Откройте дверь, прошу вас. Пойдем наверх. Пошел вон ничтожный алкаш. Хе-хе, да пошел ты. Сигналка. Как она мерзко пищит. Почему вы не открываете мне дверь? Ну же, откройте соседи. Помогите мне. Помогите человеку, просите. Сейчас полицию вызову. Мужчина, уходите. Хе-хе-хе. Мне нужна помощь. Помогите. Откройте дверь. Странно. Там вообще девка за рулем. Вы посмотрите, вы посмотрите, а? Вы посмотрите, что делается, а? Девка. Откройте. Это ваш сосед Василий. Ну же, откройте соседи. Откройте дверь, прошу вас. Соседи, откройте дверь. Да где там эта машина так мерзко пищит? Двери закрываются, одна открыта. Ага, я еще... Что за песня? Ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Это глюки. По-любому глюки. Что это за заяц такой? Непонятная игрушка, короче. Так, я очнулся снова здесь. Так, у меня три точки поставил в этом... В журнале в своем. Так, ну выходим. Ё-о-о-о, твою, это все. Звонит телефон. Луна под нами. Мы, короче, высоко вверху. Что у нас тут? У нас тут вот... Человечки какие-то, машина. Ой, блин, чуть не упал. Картина какая-то. Качественная картина. У кого? Забирай себе, чувак. Так, сюда нельзя. Сюда идем. Так. Там вот дверь. Вот дверь. О, походу нам сюда. Опа. Да сейчас возьму трубку. Погоди ты. Не вижу, откуда звонок-то идет. Так, вот тут. Туда не пойду. Открыл. Свечи. Ну, мрачновато на самом деле. Кто звонит? Вот это дальний, да, наверное? Вот ты звонишь? Ага. Почему ты такой? Неужели ты совсем нас не любишь? Я тебя ненавижу. 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 Жутковато. Не могу ее потушить. А эту могу. Так, ладно. Что мы взяли? Мы взяли какую-то набор чисел. Типа головоломки, походу. Ладно, пошли. Кто-то не... Ну, наверное, он набухался. Скорее всего, это жена. Как обычно, все стандартно. Так, сюда. Что тут у нас? Тут у нас какое-то пятно. А, машина. Надо аккуратно тут свалиться еще. Так, это его прям глюки-глюки. Его прям сильно-сильно хватит. Мужчина бухать. Так, тут у нас что? Рисуй. Рисуй. Так, короче, у него была жена-дочь, я так понимаю. Тут что у нас? Тут пароль, да? А, вот. Вот, 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 вот. Надо, подожди, подожди, подожди. У нас картинка. Так, 19, 13. Ага, вот. 19, 14. 19, 15. 19, 16. 19, 16. Хренушки, да? Так, ну там были, подожди, там были эти рисунки. Там были эти рисунки. Вот здесь вот. Ага, давай. 4, красная. И синяя, ой, синяя, да, синяя 3, 3, 4. А у нас, как написано, синяя 3, красная 4. Хорошо. Синяя 3, красная 4. Погнали. То есть, 19, 34. 19, 34. Нет, значит, 19, 43. Нет. Может, по количеству тогда этих, этих, как его, святов. А ну, заткнись. Синих, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Синих, 8. 8 синих. Потухни свет. Синих, 8. Красных, 1, 2, 3, 4, 5. Синих, 8. Синих, 8. Красных, 5. То есть, 80, 19, 85. Ага. Давай так попробуем. Вариант, я не знаю больше какой. 19, 85. Опа, опа, опа. Опа, хорошо. Так. Какие-то обои. За ними ничего нет. Так. Ну, я так понимаю, нам прямо. Потому что по-другому я не знаю. Ладно, пройдем. Да. Все четко. Фотка. Фотка. Мы выглядим довольно счастливыми. Жалко, что фотография на заднем плане. А текст спереди. Я не могу. Так. А как ее масштабировать? А, ну я масштабирую. Короче, он какой-то даже... Так. Так. Так, чувак. Ага, ага, ага. Вот это пара. Вот моя жена, да? Главного героя. Опа. Музыка. Я снова дома. Так. Мы даже на кухню не прошли. Музяка качает прям то, что надо. Так. Зачем ты слишь банан? В нем нет ничего особенного. А вдруг там что-то есть? Не хочу чистить его. Хорошо. Сумка. Так. Он где-то пропадал. Бухал, наверное. Ключ от добавленного инвентаря. Никаких заметок пока нет. Хорошо. Ну, кухонька, кстати, вполне нормальная. О, сети, да? Это сетки, походу. Рыболов, хренов. Лягушка. Он, свинья стоит. Так. Это та же самая фотка, кстати. Да. Которую я увидел. Так. Ну, это вот меня проглючило, короче, когда я зашел в дом. Ой, как орет музыка. Так. Я дома. Свет работает? Непонятно. У меня есть ключ. У меня есть ключ. У меня сбежал хомяк. Скорее всего, тут был хомяк. И он, скорее всего, сбежал. Так. Здесь у меня детская, да? Кроватка. Здесь стандартная. Мы тут спали с женой. Телек. Хороший. Цветок. Не засох. Значит, я его поливаю. Я молодец. Молодец. Так. Что тут? Шкаф открыть я не могу. Так. Здесь на улице светает, походу. Угу. Так. Что у нас? Тут ничего. Картины блестящие просто. Это, знаешь, бывает, старые обои, короче, отдирают. Когда новые клеят, оставляют старые и вешают рамку. Такой прикол был. Но я не знаю. Это, по-моему, не в то времена. И вот вешают такие рамки, какие обои были здесь до. И это прикольно смотрится. Дизайнерский классный. Вот, походу, это у нас чувак-дизайнер. Так. Сколько я вешу? Опа. А весы-то они поломались. Всегда ноль. Это хорошо. Это хорошо. Не знать. Так. О. Так. Вот это, да? Опа. 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 Так. Что это у нас? Что это у нас? Так. Полка. Полка. Смотри. Это полка. Посередине полка. И там книги. Куда-то их надо поставить или сдвинуть. Вторая. Третья. Первая наверху. Так. Книжная полка. Вот она наверху. Да. Вот похоже. Тут, если не... Тут это сервант. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Так. Что у нас тут? Еще раз. Первая. Вот эта что ли? Вот. Я ее отодвинул. Отодвинул. Так. Теперь. Так. Подожди. Подожди. Вторая справа. Первую книгу из трех справа надо отодвинуть. Так. На второй полке. Вот она. Третья книга. Если ты видишь, я тут еле-еле вижу. И получается первую книгу на третьей полке слева. Это вот эту, по идее. Опа. Опа-па-па-па-па-па. Так. Свет. Ой, как гудит мерзко. Так. И как его нажать? Надеюсь, я оставил себе не тупую подсказку. Надеюсь. А где ты ее оставил? Так. Что это у нас? Свечи. Ага. Свечи. А. Вот они. Вот они. Смотри. Я думаю, один, два. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре. Один, два, пять, четыре. Давай пробовать. Элементарно будет, конечно. Один, два. Пять, четыре. Слишком легко. Слишком. О, не работает. Вау. Подземный ход, чувак. Ты где тут проживаешь? Я грохнулся. Вот светильник. Как хорошо хоть тут свет работает. Это моя секретная бункерская лаборатория? То есть я не простой бухарик, да? У меня тут телек уже получше, чем в доме. Слышишь? Чё? Так, у меня тут птичка жила, которая тоже убежала. С видиком. Нифига себе, тут я живу. Так, компьютер. Заметки какие-то. Компьютер. Три монитора. Системник. Кассеты. Да ни хрена себе. Так, добавлен в инвентарь. Так, объект 0x6. Класс объекта. Катер. Условия содержания. Объект потерян. Условия содержания не установлены. Описание объекта 06. Найден на заброшенной электростанции во время отключения света в городе неизвестном. При контакте человека с объектом человек начинает испытывать странные видения. Появляются симптомы психического и умственного расстройства. Сотрудник такого-то года рождения после контакта с объектом 06 стал терять память. Вследствие этого стал употреблять алкоголь и в скором времени умер. После смерти сотрудника фонда объекта 06 так и не был найден. Дело передано в архив. Совершенно секретных дел. Короче, я объект этот получается? Да, вот он я. Фамилия Дранков. Да, вот Дранков В. Имя В. Просто В. Должность работник канцелярии. Номер такой-то личный, номер 54. Вот я. Я, короче, сотрудник. Короче, на мне дела проводили. Блин, поверните, чтобы это было видно. Хорошо. Передано в архив. Так, понятно. Так, Илья сделал. Почему тогда я в своей комнате нашел такой секретный телефон, трубку, тут всю эту лабораторию. Так, тут что у нас? Давай следовать. Объект 17Х. Класс объекта EWKLIT. Условия содержания объекта 17Х должен постоянно храниться в закрытом контейнере. При посещении контейнера с объектом 17Х в контейнер должно входить не менее трех человек и дверь должна быть заперта за ним. Два лица должны постоянно поддерживать прямую зрительный контакт с объектом 17Х до тех пор, пока все сотрудники не покинут контейнер. Описание привезен в зону 19 в 1993. Происхождение пока не установлено. Он сделан из бетона и арматуры. Окрашен в аэрозолевой краской. Объект 17Х агрессивен и не двигается, когда находится в поле зрения. При работе с ним важно не прерывать визуальный контакт. Он атакует, причиняя увечья шеи и удушья. В случае нападения принимаются методы сдерживания для объекта класса 4. Это не тот объект, который я первый раз увидел в этом. Как его? В котельной, от которой я сдох сразу же. Так, объект 11.55. Давай. Класс объекта Keter. Условия содержания объекта 11.55. В настоящее время содержится на неиспользованной стоянке, прилегающей к заброшенному торговому центру в черте города. В случае исчезновения объекта 11.55 следует немедленно уведомить МОК-П1. Персоналу следует воздержаться от прямого зрительного контакта с объектом 11.55. Описание объекта 11.55 представляет собой граффити, изображающее человеческое существо, напоминающее руки с когтями, головой, перьями совы. Любой человек, ведущий данное изображение, испытывает принуждение рассмотреть его. При приближении субъекта на 2 метрах без видимости другого человека возможно падение серьезными травмами, включая рваные раны. Отрыв конечности. Мы видели эту сову? Сову мы видели на подъезде. Она нам ничего сделала. Точнее на котельной. Так, объект 105. Класс объекта безопасный. Условия содержания объекта 105 оборудована устройством слежения и в данный момент находится в зоне 17. Объект 105 обладает правами социализации 3 класса ограниченными, согласно одобрению персонала зоны. Персональная камера объекта 105, обозначенная как объект 105B, хранится в запятом сейфе зоны 19. Описания объекта 105 ранее известны как Ирина Тимофеева. Европейского происхождения родилась и было столько-то лет. Физически не отличается от обычного человека. Объект 105B камера Police One Step Express 1982 года без необычных характеристик. Объект 105 может изменять фотографии, сделанные объектом 105B. Он также может манипулировать объектами в пределах досягаемости от исходной точки фотографии. Это не наша ли женушка? Случайно. Далее, читаем. Объект 080. Класс объекта Евклит. Условия содержания объекта 080 должен находиться в комнате 4х4 метра с небольшой прихожей для доступа исследователей. К северной стене следует добавить наблюдательную комнату с окном. Объект 080 нельзя выносить из комнаты. В комнате может гореть только одна лампа накаливания мощностью 7 Вт. Запрещено вносить светоизолирующие приборы. Описание. Объект 080 не имеет физической массы и тела. И вся попытка физического взаимодействия приводит к негативным последствиям. Он появляется в виде разных теней. С двумя горящими глазами. При взаимодействии с объектом 080 вызывается агрессивные сновидения и кошмары. Примечания. Запрещено называть объект 080 бугименом. Короче, тут куча всяких злых объектов. Ладно. Валим нафиг отсюда. Я могу залезть вообще, кстати? А, есть, да, лестница? Короче, у нас куча объектов. Мы, походу, какой-то агент. Какой-то следователь. Так. Опа. Где я нахожусь? Я нахожусь, короче, в какой-то лаборатории, я так понимаю. Большой какой-то статуи какого-то чувака. Второй этаж. Пойдем сразу туда. Пойдем. Подожди. Но второй этаж это слишком... Ай, блин. Минус 20% жизни. Давай тут побегаем. Вот мне сюда хочется. Второй этаж. Это как будто бы, знаешь, там что-то важное. Так. Это вот кабинеты какие-то с исследованиями. Куча шум от людей. Слышу. А больше ничего не слышу. Так. Что это у нас? Объект 260. Класс объекта Евклид. Условия содержания. Текущее местоположение. И цель объекта 260 должен контролироваться персоналом фонда. Текущая цель должна перемещаться между и. Из-за особенности местности при приближении к ней. Объект 260. Объект 260 представляет собой мелкую оболочную породу с примесью магматической Брекчичи. На поверхности обнаруживается человеческое имя, меняющее со временем. Объект 260 движется по прямой цели. Он обладает высокой прочностью. При контакте с целью объекта 260 проникает в ее тело, проникая внутрь. После прекращения жизнедеятельности цели 260 покидает тело и продолжает движение к следующей цели. Агент теперь отвечает за содержание SCP-260 на глубинах Тихого океана. Да, препятствовать его проникновению в континентальную массу. Ага, тут еще SCP. Так, ну тут вот я не... Тут выйти можно? Нет, ну тут всякое, короче... Короче, тут нам рассказывают про объекты какие-то разные. Непонятные. Так, тут я взял. А, вон светится. Давай, почитаем тут, что у нас. Объект 069. Класс объекта «Безопасные условия содержания» объекта 069 претендует на роль бывшего агента фонда. И находится в зоне гуманоидов. 063. Объект 069 может запросить предметы и материалы, которые не нарушают протоколы безопасности. При попытке нарушения условий содержания объекта 069 необходимо применять несмертельные методы подавления. Примечания. Несмотря на идентичность объектов 069 с агентом, он остается объектом фонда. Описание объекта 069 может принимать внешний вид и знания любого человека, с которым он остается наедине после их смерти. Объект 069 обладает способностью воскрешения после смерти и появляется в месте последней смерти человека. Он может притворяться любым человеком и наладить свою жизнь, включая решения финансовых и личных обязательств. Обновление завещаний и закрытие других дел. Объект 069 был обнаружен после инцидента с манекеном. Позже объект 069 принял его облик и остается в нем по сей день. Жутко, жутко, жутко. Так, нафиг отсюда, я боюсь эти все читать. Так, вот тут коридор. Коридор. Пойдем сюда, пойдем пока первый этаж обследуем. Ёптвою. Тут так плохо видно на самом деле. Во! Это с резидента ж по-любому. С первой части этот хрен тут живет. Смотри. Вон у него лапы, крюки какие-то. Жутко. Короче, тут проводили над людьми эксперименты. Или не над людьми. Или находили какие-то разные... Разные какие-то объекты. Компьютеры. Вот тут второй этаж еще. Тут пустая колба. Ой, как тут шумно, блин. Так, ладно. Пошел я отсюда. Потом, если нам сюда... Что тут у нас по заданию? Мне нужно пойти к боссу. Ага, к боссу. К боссу. Что я сразу не прочитал? Ну, босс, я думаю, где босс обитает обычно? На втором этаже. Скорее всего. Но это не точно. Либо отдельно. Вот второй этаж сюда. Босс. О, ну понятно. Смотри, тут какие-то... Это по-любому босс. По-любому босс. Заходим. Товарищ Дранков, вы уважаемый человек. Но я прошу вас больше не задерживаться в следующий раз. Возьмите на столе письмо от главного секретаря. Так, ну-ка, ни херена себе босс поживает. Ты, босс. Кресло-качалка. Отличный глобус. Так, вот он сидит. Здравствуйте, босс. Так, записка от главного сектора. Уважаемый гражданин Дранко, сегодня состоится мероприятие в вашу честь. Мы хотим отблагодарить вас за отличную службу и вручить вам подарок. Это будут часы, изготовленные в нашей лаборатории. За основу мы взяли кристаллы, которые вам удалось раздобыть. В связи с этим ваше присутствие обязательно. Вы должны будете выглядеть солидно. Мероприятие состоится 1 сентября 1995 года. И еще, пожалуйста, сделайте вид, что это сюрприз для вас. Окей. Опа, это тот манекен. Опа, это манекен тот, который притворяется. Мы читали про него. Мы про него читали. Исчез. Сказал нам что-то исчез. Тут, короче, как обычно, что-то пошло не так. И все, и пипец. И куда мы теперь? Так, я снова дома. Блин, нифига себе, я испугался. Хрен, ты че, дурак стоишь. Страшно. Так, кто-то плачет. О, тут все чистенько. Это, видимо... Дорогая, ты там? Пошел прочь. За тебя это случилось. Я говорила, выбросить их. О чем ты говоришь? Выбросить кого? Часы, которые мы подарили? Которые должны были подарить или уже подарили? Так, а куда мне теперь? Куда мне теперь? Так, тут еще у меня тайные комнаты нету. Тут вообще все по-другому. Это как будто старое это. Дорогая, открой. О, записочка. Так, выписной экс-эпикрис. Пациент Вероника Дранов. Диагноз. При поступлении лихорадка. Диагноз при выписке тошнота. Температура анамнез. Хронические заболевания ранее не выявлены. Состояние при поступлении средней тяжести. Температура 38,1 градусов. Головокружение с дезориентацией. Состояние при выписке неудовлетворительное. Угу, печально. Так, а что случилось? Куда? Рой! Куда идти? Кто там? Кто? Что? Что было? Так, я очутился, короче, посреди улицы. Нас кидает, короче, из стороны в сторону. Ничего не понят... Вон, 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 кто-то бежит. Блин, они как будто вокруг бегают. Какие-то призраки. Такое ощущение сгоревшее. Блин, там мерцание, блеск этот. Я думал-то... Я думал-то что-то надо поднять. Какая-то херобора. Так, а тут что? Баскетбольное кольцо. Какое-то такое-то с ведром. Так, тут... Мусорка. Я, походу, не сюда, да, пошел? Да, походу, мне в ту сторону. А где я вышел? Где теперь мне искать выход? А вот сюда и налево. Сюда и налево, наверное. Оля, как будто кто-то стоит передо мной. Ни хрена себе. А, это... Да, блин, как же ты страшный. Как будто большой жук такой на ногах, да? Страшные тени. Ну, это фантазия. Фантазия. То, что тут происходит. Мне теперь кажется все подряд. Люди, впустите меня. Впустите меня нафиг. Эй. Могу я сюда? Нет. Мне надо прямо идти, короче. Короче, духи какие-то бегают. Страшно. Страшно очень. Так. Машины светятся, кстати. Типа, это ж такая мистика. Машины уже все разбитые. А светит. Скелет? Серьезно? Я нашел скелет рыбы и нашел скелет человека. Ну, может, это, конечно, не настоящий скелет. Может, это, знаешь, выбросили со школы. Он пластиковый. Но это не точно. Коляска. Ну, жутковато. Что я могу сказать? Вон, впереди дверь. Подсвечивается сто процентов нам туда. Пап, почему мама постоянно плачет? Я ее расстроила. Нет, дорогая. Что ты? Все хорошо. Ты большая, молодец. Большая, молодец. У мамы какой-то приступ. Возможно, может, он сам на дне эксперимента проводил этот наш главный герой. Или что? Что тут было вообще? Так, ну мне сюда? Нет, не сюда. Кто не сюда? Тут подсвечивается дверь. Вот сюда. Да нет, тут прям светится так красиво. Я хочу сюда зайти. И открывайся. Кондер. И? Тебя никогда нет дома. А теперь, после случившегося, ты пьешь каждый день. Посмотри на меня. Ну же, посмотри. Мне тоже тяжело. Зачем ты вообще отдал я эти гребаные часы? А, он дочери отдал часы. Оставь меня. Он дочери, получается. Я застрял. Отдал часы. Так, я снова появился где-то. Ага, тут какой-то пароль. Пароль. Так, я, я, жена, жена, мы. Опа. Нет. Я, жена. А, еще раз я, мы, не знаю. Где-то должна быть картинка. А, про папа. Опять глюки, все перевернутое. Все перевернутое. А можно туда спуститься? Вот сюда вот так. Нет, не надо было это делать. Блин. Я думал, там уж подсказка будет. Хотя она должна быть где-то здесь. Так, ну идем, ладно. Ладно, потом, если будет подсказка, тут... Опа, что это? Добавлена зажигалка. Могу я ее включить? А как включить зажигалку? Она просто добавлена, но включить я ее не могу. Хорошо. Бутыляки. А, это моя кухня. Все такое, знаешь, как будто взлетело и замерло. Прикольно сделано, прикольно. Так, ну мы идем дальше. Тут уже все нормально, кстати. Могу я зажечь? Почему я не могу зажечь? Зажигалку гребаную. А, свет есть, где включается? Опа. Телек. Здравствуй. Ты же помнишь меня? Возможно, мне следует освежить твою память. Как думаешь? Наверное, ты совсем забыл, как выглядел. А помнишь, как выглядишь сейчас? Страшно. Не бойся. Это рано или поздно должно было случиться. Эх, жизнь так скоротечную. Совсем недавно мы стояли на пути научного переворота. А сейчас? Ты не можешь вспомнить, что было с тобой несколько часов назад. Ну, тебе осталось совсем немного. Прости, я вынужден прерваться. Но обещаю, скоро мы встретимся снова. Я надеюсь. Но для этого тебе придется подождать. Придется подождать. Жутковато. Это один и тот же человек? Или это съемка так была сделана? Или это... Нет, и как его? Много одинаковых. Там же есть какое-то чудовище, которое меняет, ну, принимает образ. Опа. Продолжение следует. Все, 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 все. Мы, короче, прошли первую главу. Тут по частям. Игрушка, как я почитал в стиме. Музыка. Блин, как мне нравится такая музыка. Продолжение следует. Блин, ну, мне очень понравилось. Серьезно. Прям она не тупит, не лагает. Ничего, все четко работает. Есть клевые отсылки. Страшно. Больше хоррора, конечно, можно каких-нибудь добавить. Но в целом, кайфово. Спасибо большое разработчикам, что дали ключ. Нравится тебе лайк, подписка, колокольчик, чтобы не бросить следующий стрим-обзор прохнил. Летсплей. Подписывай на все социальные сети. Все ссылочки в описании. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok